Здравствуйте! В эфире телеканал АРИС Новости. Меня зовут по-прежнему Владимир Антошкин. Я об основных новостях. Торжественные линейки, посвященные Дню Знаний в два потока, прошли утром 1 сентября в школе номер 1 с углубленным изучением английского языка «Гармония». Сюжет об этом празднике. Здравствуй, школа! Здравствуй, мы твой первый класс! Мы, ребята, первоклассники, все вокруг летят нам след. Говорят, очаровашки, мы согласны, спор нет. Праздничной линейкой встретила школа своих новых учеников первых классов, будущих выпускников и остальных учащихся. В образовательном учреждении 53 педагога обучают 700 школьников. Ученики, пришедшие в свой первый день, подготовили для гостей мероприятие стихотворения. Будущие выпускники, учащиеся 11 классов, рассказали младшим сверстникам о своих школьных достижениях и о том, какая интересная и познавательная учеба их ожидает в гармонии. Спели для них песни. Также всех присутствующих на линейке поздравили учителя. А школа, а школа, и наши любимые дети, Там это прекрасно, очень просто, как в их безоотно. Вы после урока в неделю свободы, как в ветер. А я учитель, не завтра идти на урок. Будущие ученики школы первоклассники гордо держали в руках букеты. В их глазах читались неуверенность, но масса надежд и стремлений. Нарядные и старающиеся выглядеть взрослыми, в первый класс ребята шли за новыми знаниями и впечатлениями. Там уроки, английский, математика. Все будут буквы знать на английском. И английский может пригодиться везде. Учащиеся постарше, так же, как и первоклассники, шли в школу с удовольствием. По их словам, все лето они скучали по одноклассникам. И потому, как интересно, учителя преподавали им даже основные предметы. Я готовилась к школе. Я хотела, чтобы у меня были одни пятерки. Вспоминались перемены, как мы на них бегали, а шпалы дрожали. Я скучала по учителям, друзьям, по самой школе. Я шла в школу с настроением, с радостью. Я люблю математику, английский. Завершилась линейка торжественным представлением всех классов и их учителей. После учащиеся были распределены по кабинетам для проведения классных часов. Такие инструктивно-интерактивные занятия особенно необходимы для первоклассников, ознакомлений их со школой и преподавателями. Учащиеся 11-х классов также пообщались со своими классными руководителями, узнали свои расписания уроков и факультативов, настроились на последний самый важный учебный год. Я испытывал в первую очередь радость. Радость за то, что я доучился до 11-го класса, что я могу быть примером для подражания других учеников. Потому что когда я был маленький, я смотрел на 11-ти классников и думал, что вот когда-нибудь я вырос, то есть стану таким взрослым, самостоятельным и буду хорошо учиться. По словам директора, школа «Гармония» – учреждение, дающее всем учащимся соответствующие возможности. Поэтому каждый здесь может добиться успеха в интересном для него направлении. Она пожелала всему коллективу и учащимся всегда стремиться к новым познаниям и достижениям. Педагогам оптимизма, любви к профессии, не отчаиваться, сталкиваясь с какими-то профессиональными проблемами. Это все проходящее, и мы со всем справимся. Мы любим профессию, мы любим детей. Я хочу пожелать классам, ребятам, которые заканчивают 11-е, 9-е классы, трудолюбие, целеустремленности, здоровье. Все у вас, ребята, получится. Ну а первоклассникам – радости от школьной жизни. Ведь у вас самые лучшие учителя, самые добрые, самые надежные родители. Всем успехов у нас начинается новая дорога. Вновь открыла свои двери для учеников и школа номер 6. В этом году в образовательное учреждение пришли 1110 ребят. Как проходила праздничная линейка в честь нового учебного года в 6-й школе, а также об открытии нового кадетского класса в учреждении, расскажет наш корреспондент. На открытии линейки был традиционно поднят государственный флаг Российской Федерации. Для будущих учеников школы первоклассников организовали познавательно-развлекательную программу. Ведущие рассказали ребятам, почему учеба необходима для будущего. Школьные руководители поздравили всех присутствующих с началом учебного года и пожелали успехов, новых открытий, познаний и достижений. Именно с таким настроем в школу пришли новые учащиеся. Я думала, что там будут хорошие друзья у меня и хорошая учительница. Ученики старших классов подготовили для младших сверстников отдельное творческое поздравление, а также исполнили для гостей вальс. Завершилось мероприятие традиционным первым звонком для всех классов. А после преподаватели со своими учениками прошли в школьные кабинеты для того, чтобы провести ознакомительные классные часы. В шестой школе ежегодно открывается новый кадетский класс. В этом году школа вошла в республиканскую программу «Здоровое поколение. Здоровый регион». Мне очень понравился этот класс. Я очень хотел стать котятом. Надеюсь, у меня в будущем будут стать не пятерки. Обычные ученики, они просто учатся, а котята не маршируют и дольше в школе проводят время. Мне нравится форма, и мы будем заниматься спортом. По данному проекту, учащиеся школы будут заниматься по многим направлениям. А кадетский первый класс по шести спецкурсам. Строевая подготовка, настольный теннис, армрестлинг, спортивная аэробика, шашки и шахматы и огневая подготовка. Также ребят ждут дополнительные занятия по хоровому пению и танцам. Всего в кадетском классе 26 человек. Не только родители влияют на решение детей обучаться по данной специальной программе. Яна Вдовина не так давно стала выпускницей шестой школы и считает военно-патриотическое воспитание необходимым для формирования характера и будущего своего брата, который сегодня идет в кадетский первый класс. Здесь замечательные учителя, здесь для меня родные стены в этой школе. Я надеюсь, что для моего брата эта школа станет вторым домом, так же, как для меня. Стены эти будут его так же греть, поддерживать. И что он полюбит эту школу так же, как я, всем сердцем. Именно в кадетском классе физическая подготовка очень хорошая. А мужество, характер уже мужчины становится. Директор школы Гульбану Исхакова объяснила нам, почему именно это направление военно-патриотического воспитания было выбрано руководством учебного заведения в дополнении к основной учебной программе. Потому что каждый ребенок должен уже со школьной скаме знать, что такое патриотизм, что такое быть патриотом своей страны. А ребенок, который воспитывается именно в школе, в семье, конечно же, он будет настоящим защитником своей родины, своей страны, своей семьи, своего города. Гульнас Филатова, Сергей Николаев, телекомпания «Арис». Летние каникулы миновали, стартовал новый учебный год. Как прошло торжественное празднование Дня знаний в 10-й школе, узнавал Константин Меркушев. Сегодня более 80 первоклассников впервые переступят порог нашей школы. Школа, встречай своих самых маленьких учеников, своих первоклассников! 1 сентября проходит по всей стране торжественные линейки, посвященные Дню знаний. В школе номер 10 праздник прошел по всем канунам. Большие белые банты, красивые букеты и, конечно же, куда же без традиционного первого звонка данной первоклассницей. А пока пусть громко переливается первый сентябрьский звонок. Он призывает не только в классы, но и к порядку, к дисциплине, внимательности. С праздником вас, дорогие ребята! Громкие аплодисменты! Пусть этот школьный звонок Дэпси был удачного учебного школьного года! Вот как мы сейчас поаплодируем, только отзывы с пятерок, четверок, хороших, получим! Не обошлось в этот день и без волнения. Еще вчерашние детсадовцы с неуверенностью и тоской перешагивали школьный порог, заслуженно становясь первоклассниками. Я волнуюсь, что я буду учиться на четверке, на тройке боюсь, что получилось. Помимо детей переживали их родители, которые пришли пожелать успехов и поддержать своих детей в этот важный для них день. Ощущения великолепные! Наконец-то у меня ребенок дорос до школы. Я рада, желаю ему огромных успехов. Пятерок, он у меня умничка. Уже умеем читать, практически писать. В школе готовы! А вы сами волнуетесь? Волнуюсь, колени трясутся! Правда! Очень волнутое, очень трогательное ощущение, потому что на самом деле это очень волнительно, когда ребенок идет в первый класс. Это очень сложно. Девочку надо было собрать, все подготовить. Поэтому, ну да, переживательно. Больше не я, наверное? Наверное, больше не ее. Конечно, хочется, чтобы каких-то успехов достигала. Конечно, хочется всего самого хорошего для ребенка, как, наверное, все родители хотят, чтобы все самое лучшее, все на пятерке, на четверке. В общеобразовательных классах первый урок в этом году был посвящен будущей профессии. А потом классные руководители провели познавательную беседу. А урок кадетских классов посетили сотрудники МЧС. Они провели детям мастер-класс на тему основы безопасности и жизнедеятельности. Ртуть разливается, да, когда при разбитом градусе. Что делать? Прежде всего, значит, открыть, проветривать помещение. Куресосы нельзя собирать, потому что дополнительный будет спылить. То есть пары будут еще больше. Поэтому тихонечко, аккуратно все собираем. На торжественном мероприятии удивили всех своим неожиданным выходом выпускники. Они исполнили совместный танец с классным руководителем. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Выпускница школы Татьяна Безымянова поделила своими эмоциями и планами на будущее. Не, несомненно, волнуешься, потому что это последний твой год в школе. Он такой... Вчера был, наверное, очень сильный мандраж. Сегодня, когда я одевала форму, я понимаю, что это мое последнее первое сентября именно в школе. Это очень волнительно, потому что это ни с чем не сравнится. Даже не было такого волнения, когда я шла в первый класс. Я хочу поступить в вуз Министерства обороны. Я не скажу, какой именно вуз, потому что это будет секрет. Но я свяжу свою жизнь с военными, потому что я тоже являюсь участником кадетской роты. Праздник посетила заместитель главы администрации по социальной и кадровой политике Лапшина Наталья Михайловна. Разрешите мне от имени главы администрации нашего города Бориса Владимировича Беляева и от себя лично искренне поздравить вас с праздником Днем Знаний и с наступающим, наступившим уже сегодня Новым Учебным Годом. Я желаю вам в новом учебном году сил, терпения, здоровья, новых идей и новых побед. К новым знаниям, ура, всей дружной 10-й школы. Наталья Михайловна вручила почетные грамоты особо отличившимся ученикам школы на различных олимпиадах. А преподавателям за добросовестный труд на благо образовательного утверждения. Как выляет за дима! Спасибо вам большое! Даже сильный ветер не смог подпортить настроение пришедшим сюда ученикам и их родителям. Ведь впереди их ожидает насыщенный учебный год как по учебной программе, так и по нововведениям. Ведь их ожидается немало. Ну, во-первых, нас стало очень много. Было до 500 детей у нас в прошлом учебном году. В этом году у нас более 550 детей. И нам пришлось выселить вечернюю школу и туда разместить кадетскую роту. В кадетской роте там 4-5 класса. В этом году, начиная в кадетской роте, кадетскую роту мы набрались с первого класса. Также в этом году, в новом учебном году, мы 10-й класс. Ребята выбрали социально-экономический профиль. Очень интересный профиль, надо сказать. В учебном плане давно уже не изучают экономику, право. А социально-экономический профиль подразумевает изучение именно этих предметов. Дети будут учиться писать проекты. Это тоже очень современный важный шаг. Я думаю, что если они с детства будут уметь проектировать какие-то инновации, какие-то свои идеи, то это тоже будет интересно у них воплощаться в жизнь. По окончании мероприятия ученики школы были приглашены на концерт, посвященный Дню Знаний. Организаторы стали работники Дворца культуры «Рассвет». Подобные мероприятия проводятся для всех школьников. По словам организаторов, ежедневно будут приглашаться в Дворец школьники из различных общеобразовательных учреждений. Вы, как уже сказали, это действительно праздник, это школа, новый учебный год. Вы знаете, как мы были маленькие, мы хотим идти на 1 сентября, все новое, бантики, все красивое. И, соответственно, этот праздник мы устраиваем детям праздник. И во время этого также еще и поучительные какие-то там, то есть вы увидели и игры, и хорошие манеры, и у нас мальчики за девочек, и портфель они собирали. То есть вроде бы веселье, и еще и что-то познавательное. То есть сейчас у них там проходит веселая дискотека. С начала учебного года у детей начинается не только учеба в школе, но и посещение различных кружков, клубов и секций. День знаний отметили и в 13-й начальной школе имени Мухаммеда Искужина. Учебное заведение встретило учеников, учителей и почетных гостей. А в числе почетных гостей была писательница, заслуженная работник культуры республики Марьям Буракаева. Подробнее в сюжете. Нарядные с яркими букетами ребятишки в сопровождении родителей спешили к начальной школе номер 13 имени Мухаммеда Искужина. Среди образовательных учреждений городского округа школа заняла свое достойное место. Обучение детей на родном башкирском языке выбирает все больше родителей. Об этом говорит статистика. В этом году за парты 13-й школы сядут 60 первоклассников. Им предстоит долгая дорога к знаниям. Ну а к торжественной линейке они подготовили первые выступления. Рассказывали стихи на башкирском и русском языках. Мама косу запила, бантики расправила, ранец новенький дала, в первый класс отправила. Не меньше первоклассников в этот день волновались родители. Для них это тоже начало новой страницы жизни. Но взрослые уверены, что отдают своих еще маленьких детей в руки профессиональных педагогов. Я сегодня привела своего сына в первый Б-класс. Волнуемся чуть-чуть, да. Думаем, что в дальнейшем хорошо будем учиться. Более уверенно себя чувствуют учащиеся выпускных четвертых классов. Для гостей мероприятия они подготовили концертную программу. Ну а учиться, если одни идут с большим желанием, то другие отдохнули бы еще. Я соскучился по друзьям, по учителям, но в школу не очень хотелось. Ну, рано вставать, уроки делать. Я соскучилась по друзьям, по учителям. И в школу я тоже хочу. В своем поздравлении директор школы Аниса Тулиганова отметила, что за последние три года количество учащихся выросло. И в этом году здесь будут учиться 180 детей. О том, как важно обучение ребенка на родном языке, говорили и гости праздника. Можно общаться на других языках. Можно на русском, можно на английском языке общаться. Но родной язык – это не язык общения. В родном языке это природой заложено все. И способности. И раскрывается только на основе родного языка, родной музыки. Все способности ребенка. По доброй традиции учащиеся подарили учителям и гостям мероприятие цветы. Затем был дан первый звонок, означающий начало нового учебного года. Впереди детей ждет, наполненный яркими событиями, интересная школьная жизнь. День знаний – праздник не только школьный. Он знаменует начало учебного года во всех образовательных учреждениях. А значит, отмечать его не только не возбраняется, но и рекомендуется, в том числе в высших учебных заведениях. Кувертауский филиал ОГУ рекомендации последовал. Кувертауский филиал ОГУ на День знаний также не оставил своих студентов без торжественного построения и напутствий. Линейку принял строительный факультет по улице Заслонова. Во дворе собрались преподаватели, студенты и официальные лица. Среди последних были и выпускники вуза. Многие выбирают профессию, лишь бы получить высшее образование. А мы вот администрация города, педагогический коллектив университета должны сделать так, чтобы в этом городе остались, получив ту профессию, остались работать именно по ней, чтобы эта профессия вам доставляла удовольствие, ну и, конечно же, материальный достаток. Первокурсники в День знаний – одни из главных героев праздника. Ведь перед ними стоят непростые задачи, начиная от адаптации в новом коллективе, заканчивая авторитетом вуза, поддерживать который на разных уровнях нужно как минимум не хуже предшественников. Наши студенты, завершив 15-16 учебный год и вступая в новую сферу 16-17 учебного года, принесли с собой огромный вклад во всех направлениях и сферах своей молодежной, учебной, научной, общественно-политической, спортивной и культурной массой деятельности. Можно сказать, что в первую очередь высшее учебное заведение – это пропуск в будущую профессию и, по большому счету, в успешную взрослую жизнь. Электроэнергетика. Почему? Ну, как бы развитая профессия, все равно работа будет всегда, вот, и, ну, нравится. С электрикой, ну, хочу связать свою жизнь. Волнуешься? Ну да, все-таки первый год. Очень сильно волнуюсь. Поздравили первокурсников с началом учебного года и творческие коллективы, как собственные вузовские, так и городские. Однако этим свою поддержку коллектив вуза ограничивать не планируют. Ребят, желаем вам удачи. А чтоб вы прожили эти молодые годы студенческие просто на ура. Ведь это самое лучшее время в вашей жизни. Удачи вам. Вы самые лучшие. Верьте в себя, и у вас все получится. И никогда не вынывать. Самое главное. Не бояться сессий. Не нервничать по этому поводу. Это первокурсникам. Учащимся же на тех же порах, что они и двигались, продолжить прям свое стремление к звездам, так сказать. Отлично закончить, сдать сессии все. А первокурсникам, помимо творческих достижений, хочу пожелать, чтобы у них все в учебе было гладко и сладко. Преподавательский коллектив готов сегодня в полном объеме, как сказал наш Валерий Алексеевич, в боевой готовности встретить и сопровождать наших студентов по их нелегкому, но очень интересному творческому студенческому пути. Удачи, всего самого лучшего. С праздником, уважаемые преподаватели и студенты. С Днем Знаний. 1 сентября глава администрации посетил семьи, попавшие в трудную жизненную ситуацию. Основная цель визита – поздравление детей, воспитывающихся в них с Днем Знаний, но и не только. Рабочие поездки главы администрации в село Маячный. Сюжет Айгуль Мухамедшиной. 1 сентября семья Диановых принимала гостей. К ним с подарками приехали глава администрации Борис Беляев, его заместители, специалисты отделов и предприниматели города. Буквально каких-то две недели назад мама двоих детей не знала, как им жить дальше в таких условиях. Дом маленький, удобств никаких. Жилище отапливается дровами. Но и на них сейчас у молодой мамы денег нет. А впереди зима. За помощью в августе этого года женщина обратилась к главе администрации города Борису Беляеву. Крышу перекрыть новую, дрова просила, денег нет. Детские только получают 900 рублей на двоих. За короткие сроки специалисты обследовали жилищно-бытовые условия семьи. И уже для принятия решения глава города лично приехала оценить сложившуюся обстановку. Прибывшие вместе с мэром города руководители структурных подразделений, специалисты и предприниматели осмотрели дом, в котором на сегодня проживает семья. И уже на месте были определены объемы строительных работ. Хозяйка Яна Нурголеевна говорит, что об этом они только мечтали. Теперь появилась надежда, что скоро у них с детьми будет свой уютный, более просторный, теплый дом. Дрова привезли сегодня, машину дров. Обещают комнату пристроить. Большое спасибо, что откликнулись на мою просьбу. Семья планирует разбить на участке фруктовый сад, начать разводить живность. Словом, появился стимул жить и работать. Предприниматели, строители нашего города помогут им сделать фундаменты, возведут стены из бруса, построят крышу, для того, чтобы они могли в зиму быть под крышей. Сложные ситуации у семьи Афанасьевых. В семье трое несовершеннолетних. Жизнь приходится в спартанских условиях. Жилья семья лишилась еще в 2010-м. После пожара от дома осталась небольшая комната, где и живут сейчас все пять человек. Конечно, муниципалитетам выделено жилье из резервного фонда в городе. Но Афанасьевы решили вернуться в родное село. Начали потихоньку восстанавливать свой дом. Потихоньку, потому что средства не позволяют сделать это быстро. У нас был пожар. Дом сгорел. Мы начали отстраиваться. И муж болеет, он инвалидность никак не дает. И вот поэтому администрация нашего города решила оказать помощь в строительстве. Вот хотя бы построить, чтобы было большое спасибо, конечно. Нам и так помогали. Вообще молодцы прям соцработники. Вот в шесть лет уже они с нами вместе не бросают. Вообще огромное спасибо. Глава администрации осмотрел постройки и обсудил с предпринимателями масштабы работы. Главное, что теперь эти семьи не одни со своими проблемами. Они взяты на контроль. И им будет оказана существенная помощь. Сегодня мы видим, что бизнесмены, бизнес-предприниматели идут навстречу. Именно таким семьям, которые попали в трудную жизнь ситуацию. Мы договорились о том, что именно в этом доме мы утеплим стены, сделаем полы, утеплим крышу, поставим двери, чтобы они могли в зиму, по крайней мере, более комфортных условиях себя ощущать. На следующий год мы постараемся сделать перестрой здесь. Ну и чтобы они могли чувствовать себя комфортно. Мне очень хочется сказать большое спасибо нашим предпринимателям, которые оказывают помощь и поддержку в части подарков ко дню знаний, 1 сентября. Я думаю, что это очень стимулирует наши семьи чувствовать себя защищенными. Пообщался Борис Владимирович и с детьми. Как учится поведение в школе и отношения дома. Ребятам, а в семье одни мальчишки, он посоветовал заняться спортом. Это полезно для здоровья, но и позволит постоять за себя. Ну а младший Виталий пообещал главе администрации учиться без троек. Кстати, по словам мамы Веры Афанасьевой, органы власти оказывают помощь регулярно, как в сборе детей в школу, так и в других социальных вопросах. И в этот день обе семьи получили от предпринимателей города продуктовые наборы ко дню знаний. Сколько будет стоить школьное питание и какие проблемы волнуют организации, которые это самое питание обеспечивают? Эти и другие вопросы обсудили на совещании под руководством заместителя главы администрации по социальной кадровой политике Натальи Лапшиной. Анастасия Антошкина работает шеф-поваром столовой шестой школы уже долгие годы. Она, как никто иной, знает все тонкости в части организации школьного питания. В этом году задача усложняется. Одно из самых больших по численности детей образовательных учреждений переходит на обучение в первую смену. Это порядка тысячи детей. Посадочных мест в столовой 250, плюс дети с продленки. Таким образом, работникам нужно не только вовремя приготовить и накрыть столы, но и между потоками успевать помыть посуду. И если это делать вручную, как происходит сейчас, то кухонным работникам приходится очень тяжело, говорит Анастасия Петровна. Объем работы большой, скопление народу большое в зале. Быстрота работы нужна. И чтобы это все обеспечить, и санитарию, и быстрое горячее питание, чтобы обеспечить, конечно, должно быть все оборудование работать. Но те мелкие ворудования, которые были у нас, что-то поломалось, что-то там вышло просто из строя, потому что время отошло. Это все подладили. Это можно подтянуть. Но самая большая беда – это посудомоечная машина у нас. Третий год мы мучаемся без посудомоечной машины. Ручная мойка посуды. А посуда идет непрерывным потоком. Схожие проблемы есть и у других школьных столовых. Одним нужны посудомоечные, другим – тестами сильные машины. Или даже новые баки для приготовления пищи. Для того, чтобы обсудить все вопросы, связанные с питанием школьников, заместитель главы администрации Наталья Лапшина провела совещание. В нем приняли участие шеф-повара образовательных учреждений. Все они являются работниками Межшкольного комбината общественного питания. В начале встречи Наталья Михайловна поздравила всех с началом сезона. Затем обсудили имеющиеся проблемы. В том числе и стоимость питания в этом учебном году. Что касается школьного питания, этот вопрос, который волнует абсолютно всех родителей. Горячее питание у нас запускается по всем школам с 5 сентября, с понедельника. И накануне учебного года мы провели несколько консультаций и все-таки приняли решение, что мы не будем принципиально в этом году поднимать цену за школьное питание. Она останется в тех же пределах, что, я думаю, очень радостно воспримется нашими родителями. При том, при всем, что цены растут, и родители также ходят в магазин и понимают, что рост цен огромный на продукты. Цена на школьное питание принципиально не повысится. Она повысится в пределах 10 рублей. Это просто некоторая индексация цен на продукты. По вопросу же технического оснащения столовых отмечалось, что детально этот вопрос будет рассматриваться после составления шеф-поварами перечня необходимого оборудования. Мы еще раз проанализировали вопросы, как обстоят дела с кухонным оборудованием. Сделав большой анализ, мы будем предлагать главе администрации, совету депутатов рассмотреть все-таки более глубоко этот вопрос, чтобы нам иметь возможность разработать программу в нашем городе «Школьное питание». Кроме прочего, на встрече обсудили и вопросы культуры питания. Шеф-повара внесли свои предложения, в том числе о необходимости проведения бесед с учащимися о здоровом питании. В Ировской сельской модельной библиотеке состоялось открытие школы бисероплетения икон и картин. На мероприятие были приглашены руководители и сотрудники центральной библиотечной системы, настоятельницы Марфа Мариинского женского монастыря с сестрами и жители села, планирующие обучаться бисероплетению. Радуйся, невеста ненебесная, от резекты помощи, и вот его слово. Для гостей мероприятия сестры монастыря исполнили несколько церковных песен, а после рассказали о значимости икон и их историческом прошлом. Открытие состоялось благодаря нашей победе во всероссийском конкурсе социальных проектов, малых грантов, активное поколение. Итогом проекта станет экспозиция выставки икон, русская икона. 28 икон должны будут сделать нашим мастерицам. Презентация проекта школы бисероплетения состоялась далее. После выступления сестер монастыря руководитель занятия провела мастер-класс по технике плетения дерева из бисера. Каждый из присутствующих смог принять в нем участие. По словам Екатерины Ильиной, данный проект станет очень полезным занятием для пенсионеров села. Наверное, чтобы люди вспомнили, что все-таки церковь есть, приобщить людей к прекрасному, к искусству, вспомнить то, что было раньше. Как известно, бисероплетение изначально было очень популярно, потом со временем это стало отходить, и сейчас все-таки снова начинается. Проект был организован с целью заинтересовать пожилых сельчан творческой деятельностью и духовной составляющей данного направления. Занятия будут проходить один раз в неделю в течение трех месяцев абсолютно бесплатно. В рамках проекта участникам предоставят все необходимые для работы материалы. Бисер, рамки и изображения икон. Я видела у нас в деревне здесь Ирина Лисковец вышивает икону. Очень красиво, очень. Она в прошлом году, когда было 145 лет школы, она приносила на выставку икону. Мне очень понравилось, тоже хочу. Все сделанные из бисера в рамках программы иконы останутся в сельской библиотеке. И во время прохождения городских и республиканских конкурсов будут выставляться для показа. Да, мне очень понравилось изображение такого высокого храма, красивого очень икона. Я думаю, что это пойдет на пользу всем даже жителям села. И то, что они займутся делом благородным, именно что для Бога, будут они Богу служить тем самым. И начнут ходить в храм, спасать свои души. Это была последняя информация выпуска. Я с вами прощаюсь. Всего доброго.